Несколько раз попробовать надо выкинуть мусор. Вы привыкнете. Эдуард Синицын уже привык. Научился отделять котлеты от мох, в данном случае пластиковые бутылки от макулатуры. Разноцветные контейнеры, синие для складирования бумаги и картона, желтый для пластика, стекла и металла, появились во многих дворах на Парковом. Жители постепенно осваивают давно вошедший в обиход в Европе раздельный сбор мусора. А они не маловаты? Чтобы не было перекопления. В принципе, это такой же объем евроконтейнер. Отходы, собранные таким образом, уже не мусор, это вторсырье. Губернатор Олег Черкунов осматривает первую переместанцию, где сортировка ТБО идет в промышленных масштабах. Бумагу прессуют, полиэтилен измельчают, потом их, а также стекло и металл отправят на пермские предприятия для дальнейшей переработки. Мы в 10 раз как минимум уменьшим объем захоронений на полигоне. Стекло и полиэтилен мы уже заберем, а остальное то, что гниет, это в медленном компостировании. В течение 15-20 лет оно превратится в удобрение. Из всего объема отходов, по оценкам специалистов, не менее 40% может быть переработано. Пойти в дело, а не загрязнять почву и атмосферу. Снижение нагрузки на экологию начинается с раздельного сбора мусора. То количество отходов, которое попадает сегодня в природу, оно просто не способно переработать. И в связи с этим мы, естественно, должны снижать количество образующихся отходов. Ну а те отходы, которые образуются, мы просто обязаны перерабатывать. Бизнес уже начинает конкурировать за вторичные ресурсы. Мусоросортировочный комплекс несколько лет работает в Краснокамске, а теперь появился в Перми. В других районах Прикамья предприниматели также намерены инвестировать средства в прибыльный бизнес. Все это сделано во всех цивилизованных странах. Все это сделано на коммерческой основе. Я думаю, что мы в ближайшее время, в ближайшие годы точно все это освоим и перестанем загрязнять природу. Аккуратные контейнеры появились и в самом центре Перми. Эти, например, у сквера театра оперы и балета. Пилотный проект по раздельному сбору мусора реализуется пока в Дзержинском районе. Но власти уверены, в цивилизованном обществе цивилизованный же подход к решению проблемы бытовых отходов обязательно приживется.